МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В Хабаровском крае проживают граждане более 140 национальностей. Все мы разные, со своими традициями и культурными обычаями. Как понять ближнего своего, если он не такой, как ты? Об этом мы поговорим сегодня с Ириной Лобода, председателем Совета правления женского клуба при Ассамблее народов Хабаровского края, руководителем проекта «Уроки дружбы». Ирина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Вы неоднократно говорили, что ваш проект уникальный. Расскажите, почему? Когда мы решили участвовать в городском гранте, в наш при Ассамблее Хабаровского края, в общем-то, мы не имеем статуса юридического лица и, как правило, не могли бы участвовать в городском гранте. Но мы стали думать, где же нам найти юридическое лицо достойное, которое вместе с нами вступило бы в проект. А так как мы при Ассамблее Хабаровского края, то мы обратились к руководителю организации «Мизрах» Вадиму Алексеевичу Кацману, и он, в общем-то, с радостью согласился быть нашим партнером. Это у нас очень замечательный партнер, мы вместе проводим все наши мероприятия. Далее, вот здесь что интересно, то есть, по сути, такого тоже нет нигде в России, когда два участника проекта – это женская инициативная группа, не имеющая юридического лица, и некоммерческая организация соединились вместе и ведут один проект. Причем в этом проекте мы тоже, вот женщина-мужчина, да, то есть взаимодействуем. То есть мы тоже с Вадимом Алексеевичем разных национальностей. В проекте к нам присоединяются наши женщины, у нас же многонациональный клуб, да, тоже разных национальностей. Вот, в частности, в данном проекте у нас будет проводиться шесть уроков. Это урок русских традиций, еврейских, нанайские традиции, узбекские, узбекские традиции, таджикские. Ну, в общем-то, это вот шесть уроков, которые мы будем проводить. На уроке дружбы, посвященном марийским традициям, присутствовала наша съемочная группа. Давайте посмотрим сюжет. Сейчас в Хабаровске жиря культуру я несу свою. Каждый в городе узнает, как край марийский я люблю. Больше сотни мальчишек и девчонок со всего Хабаровского края, поправляющих здоровье в санатории Амурский, познакомились с культурой народа Мари. Необычный урок, посвященный национальным традициям, провела Татьяна Стародубцева, потомственная Марийка, почетный член женского клуба при ассамблее народов Хабаровского края. С культурой Марицы стала знакомиться, наверное, лет с десяти, а более подробно уже в более зрелом возрасте, когда, наверное, появились мои дети, потому что это часть меня, часть моей истории, хотелось эту историю, эту культуру передать своим детям. Их у Татьяны четверо. Она воспитывает детей в соответствии с традициями предков. Старшие ребята с удовольствием помогают маме в подготовке различных мероприятий, исполняют народные танцы, раздают угощения. Это очень мальчишки, очень вкусные. Это вкусно. На что похоже? На вкусные блины. Глубокая связь марийцев с природой нашла отражение в элементах вышивки. Горизонтальные волнистые линии – треугольники символизируют огонь, горы, воду и ветер. Своеобразная техника. Мастерицы клали стежок с изнанки, а узор появлялся на лицевой стороне. На уроке марийских традиций школьники попробовали свои силы в вышивании на пяльцах. Просуешь вот сюда и идешь слева направо. Держи иголочку. Вытащил? Все вытащили? Ребята, я вам нарисовала контуры лебедей. Вам надо немножко попробовать. Я не говорю, что вы должны вышить все. Но мы попробуем. Вот эти полряда болеют за мальчиков, вот эти полряда за девочек. В заключении мальчишек и девчонок научили танцевать народный марийский танец «Веревочка». Дети с удовольствием повторяли за Татьяной плавные движения, а после взахлеб делились впечатлениями от урока. Я узнала о новом народе, о новой культуре, о марийцах, о священных деревьях, цветах. Мне понравилось, как рассказывали, когда ребенок рождается, сзади дома садят березу. И когда человек хворает, заболевает, и тут смотрят на березу в первую очередь, а потом лечат человека. Я сначала думала, что мы будем вышивать крестика. Я крестиком вышивала и привыкла, а там оказалось совсем по-другому, но мне очень даже понравилось. Это было интересно и совсем не трудно. Считаю важным поделиться не только с детьми, но вообще со взрослыми тоже, потому что это часть меня. Эта культура течет в моей крови, это часть моих предков, то есть моих дедов, прадедов. Я уважаю свой род и считаю, что человек, который уважает свой род, должен донести культуру своего народа до других людей. В Хабаровском крае проживают представители более 140 национальностей. Хотя индекс толерантности в нашем регионе намного выше, чем в западной части России, случаи межнациональных конфликтов нередки. Легко общаться с самыми разными людьми, а значит легче жить. Нужно учиться с самого раннего детства. Я бы хотела узнать побольше национальностей. Почему? Ну, потому что я живу в России, это все национальности России, я должна знать все про свою страну, про национальности своей страны. Мы должны жить дружно, потому что если мы будем жить недружно, ничего не получится, ничего не выйдет. На уроке, посвященном марийским традициям, ребят угощали лепешками. Так будет на каждом уроке? Конечно. Значит, наш женский клуб при Ассамблее Хабаровского края, при Ассамблее народов Хабаровского края, не всегда так назывался. Раньше мы называли женский клуб «Дружба без границ». И у нас был знаменитый проект на всю Россию, где мы взяли призовые места, как в Дальневосточном федеральном округе, так и в самой России. Именно вот наш проект «Кухня без границ». Поэтому, конечно, это тоже изюминка нашего клуба. И всегда на всех уроках мы угощаем обязательно детей. И если проводим какие-то мероприятия нашего клуба, то тоже, как правило, угощаем и всех присутствующих. Именно национальными блюдами, чтобы люди знали, что есть у каждой кухни свои особенности. Чтобы они различали как-то, получали новые вкусовые ощущения. Потому что это всегда очень интересно. Ирина Владимировна, ваш проект ориентирован на детскую аудиторию. Почему? Ну, конечно, это очень важно. Дети – это наше будущее. И здесь вот следует сказать о самом нашем клубе. То есть в наш клуб ходят женщины разных национальностей и вероисповеданий. Как правило, это женщины работающие. Это многодетные мамы. И помимо того, что они где-то там себя реализуют по работе или в домашних делах, они еще реализуют себя в клубе, а именно рассказывая о своих каких-то традициях, показывая, кто занимается вышивкой, кто кулинарией, кто поет, кто танцует. То есть в нашем клубе любая женщина может проявить себя так, как она считает возможным. То есть в своей грани показать именно как женщина, как мать и как бабушка. И, конечно, наши дети всегда с нами. Мы проводим очень много мероприятий с нашими детьми. И вот именно уроки дружбы, они наши, чем и интересны, что на урок дружбы он получается не просто уроком где-то, а он получается такой семейный урок. То есть когда приходит, допустим, мама с детьми или бабушка с внуками и другим детям показывает именно свои национальные традиции. И вот, значит, семья эта, которая пришла, и показывает урок дружбы. То есть там принимает же участие и ребенок, который приходит с мамой или с бабушкой. Они дети у нас и танцуют, и помогают, допустим, раздавать угощения. Ну и различные другие игры, допустим, проводят. То есть они являются на уроке дружбы помощниками той женщины, которая урок, в общем-то, проводит. Ирина Владимировна, скажите, у вас предусмотрены только уроки дружбы или еще какие-то мероприятия будут в рамках вашего проекта? Конечно, у нас очень много различных мероприятий. Я еще хочу немножко все-таки вернуться к нашему необыкновенному клубу. То есть, как я уже упоминала, у нас раньше был клуб «Дружба без границ». Потом мы убрали название, потому что мы решили, в общем-то, действительно убрать все границы и расшириться. Сначала мы присоединились к Ассамблее Хабаровского края. А вот 15 июня у нас произошло вообще историческое событие. У нас в крае, и не только в крае, но и в России. То есть мы стали структурным подразделением, женским отделением при Ассамблее Хабаровского края. У нас разработано положение, оно утверждено председателем Ассамблеи народов Хабаровского края. То есть теперь мы, женщины, без границ вообще. Мы можем, в общем-то, уже как женское отделение, реализовать себя не только там где-то, когда поем песни, проводим мероприятия, но мы можем уже себя реализовать и в органах государственной власти. У нас это прописано, что наши женщины могут представлять интересы именно по межнациональным вопросам. Более того, у нас уже создано отделение по Хабаровскому краю нашего женского клуба в различных районах города, в различных районах края. Поэтому там тоже уже женщины начинают активно работать. В Тульческий район начали женщины очень активно работать. Комсомольск город, ну и так дальше. То есть везде мы стараемся создавать свои филиалы и вместе проводить какие-то интересные мероприятия. В рамках данного гранта у нас запланирован еще детский фестиваль. Но детский фестиваль, конечно, средства гранта не позволяют нам развернуться во всю, как говорится, шире мощь. Это будет, конечно, задача фестиваля такая, чтобы дети пришли разных национальностей, увидели друг друга в национальных костюмах, показали друг другу национальные номера, пообщались, конечно же, угостились разными национальными блюдами, но все как всегда. И потом, значит, завершающий у нас завершается грант в ноябре. Мы планируем провести круглый стол с привлечением, конечно, общественности нашей города Хабаровска, с привлечением заинтересованных. Ну вот, в частности, мне бы очень хотелось, чтобы у нас принял участие наш любимый Единый фронт. Выступили там с сообщением именно по вопросу нашего гранта, по вопросу передачи культуры, традиций и так дальше, именно как это городской грант в городе Хабаровске. Планируете ли вы дальше проведение уроков дружбы после завершения этого проекта? Конечно. Я хочу сказать, во-первых, уроки дружбы и на Мира не проводились. То есть теперь мы просто получили грантовую поддержку, имеем какие-то деньги. Потому что у нас, в общем-то, женщины добровольно объединяются, и как бы у нас свои деньги проводят интересные мероприятия. То теперь у нас хоть какая-то поддержка есть. А так, конечно, у нас уже, как я сказала, принято положение о нашем женском клубе. Мы вошли в состав ассамблеи, и там тоже четко прописано, что мы, женщины, проводим уроки дружбы. То есть это одно из направлений деятельности нашего клуба. И, конечно, каждая женщина определенной национальности может подготовить свой прекрасный урок и провести в любом учебном заведении или в культурном заведении. В общем-то, все нам рады, всегда нас с радостью встречают, все восхищаются и стремятся тоже, говорят, мы тоже обязательно будем проводить такие уроки, приходите к нам еще. В общем-то, отзывы хорошие. Ирина Владимировна, спасибо, что Вы пришли к нам сегодня в студию и рассказали о Вашем замечательном проекте. Напомню, у нас в студии была Ирина Лобода, председатель Совета правления женского клуба при ассамблеи народов Хабаровского края, руководитель проекта «Уроки дружбы». Понять ближнего на самом деле довольно просто. Да, иногда мы говорим на разных языках, отличаемся друг от друга внешне, но главное, все мы люди и хотим жить в мире и согласии в нашем общем доме, в Хабаровском крае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова